Добрый день! Перед вами станок модель S&P05. Особенности этого станка. Перемещение ракерного механизма происходит автоматически. Рамкодержатель оператор опускает, производя манипуляцию, вверх-вниз. Рамкодержатель поднимается и опускается в большей степени за счет противовеса. Противовес перемещается на линейных подшипниках по прецизионным валам. Перемещение ракельного механизма осуществляется за счет пневматического цилиндра. Два ракельных ножа. Полотно данной модели 40 на 8 и 50 на 9 мм. Имеются настройки. Можно задавать количество проходов ракельных ножей. Можно печатать с предварительным орошением. Дублирующая педаль ножную кнопка печать, кнопка аварии и световая индикация. Также в комплекте с этим станком поставляется компрессор для накачки шаров. Сейчас мы продемонстрируем, как происходит печать на данном аппарате. Рама вставляется в пазы. Фиксируется. Мы используем рамы из алюминиевого профиля сечением 25 на 14 мм. При данных габаритах рама получается жесткой, легкой и недорогой. Для печати на шарах мы будем использовать краску торговой марки «Барунов». Итак, мы подали воздух. Включили питание. При первом пуске у нас наблюдается мерцание световой индикации. Это говорит о том, что это первый пуск. Для того, чтобы прийти в состояние исходного положения, нужно нажать кнопку сброса. Ракельный нож устанавливается в нужное положение. Как происходит печать? Достаточно опустить рамкодержатель и печать происходит автоматически. Можно еще раз, пожалуйста, продемонстрировать? Опусти рамкодержатель. Вот он опускается. Ничего нажимать не надо, печать происходит сама. Сейчас мы зададим для печати два прохода. То есть нажали один раз и получаем два прохода. Станок работает тихо. За счет чего происходит пуск? У нас в этой части установлен бесконтактный датчик, который реагирует на противовес. Высота бесконтактного датчика может регулироваться для того, чтобы вы могли определить уровень опускания и срабатывания рамкодержателя с ракельным ножом. У нас есть для пуска педаль, которая может работать для того, чтобы осуществлялась, например, двухцветная печать, когда шар прикладывается и вам не нужно опускать рамкодержатель. Просто срабатывает от педали. Эта же самая функция выполняется при помощи кнопки печать. И можно печатать на больших шарах, которые не вмещаются в наш ложемент. То есть на 16-дюймовых шарах, 18-дюймовых шарах. И что еще я хотел сказать. Сейчас опусти, пожалуйста, рамкодержатель. Он сработает. Вот он сработает. Если мы нажимаем педаль в то время, когда рамкодержатель опущен, вот как сейчас я это делаю, это если вам нужно сделать большее количество проходов раз, то он не останавливается и будет печатать до тех пор, пока вы дублируете нажатие педали. Итак, для начала печати мы наливаем краску. Компрессор поставляется в комплекте. Стоимость станка 86 тысяч рублей. Да, это первый шар. Сушилка может быть различных вариантов. В данном случае мы собрали простейшую. Надули шар, зафиксировали его в зажим, опустили рамкодержатель. Печать происходит автоматически. Не надо ничего нажимать. Покажешь нам следующий отпечатанный шарик. Шар надувается меньше, чем за секунду. Еще пару секунд на установку и пару секунд на печать. В целом, примерно 6 секунд на шар. Сейчас мы попробуем это посчитать. Ну, с печатью все понятно. Давай сейчас... Значит, ракельные ножи можно еще опустить. Значит, вот сейчас оператор печати производит регулировку опускания ракельного ножа. Чтобы чуть ниже опускался ракельный нож. Барашки контрят в высокую гайку. Собственно говоря, вот такой вариант печати возможен без опускания рамкодержателя. Давай еще один на шар отпечатаем. Значит, модель станка S&P05. Стоимость 86 тысяч российских рублей. В комплекте с компрессором и... С одной печатной рамой. А вот несколько проходов. Ну вот, можно несколько проходов задал. Оператор просто для эксперименции допустил. Так, ну... А можешь сейчас встать, отодвинуть? Я просто общий вид покажу. Нет, нет, стул и табурет. Бери. Нижняя тумбочка. Ложемент. Компрессор для накачки шаров. Шкаф управления. Рамкодержатель. Профессиональный ракельный механизм. Гарантия на этот станок 5 лет. Этот станок родился... Вследствие общения с печатниками. И желание иметь недорогой вариант довольно удобного быстрого станка. Спасибо за внимание.